так всем доброго дня мы сегодня с мамой будем готовить гуакамоле мама никогда не готовила я сейчас маме быстро покажу как готовить потому что гуакамоле каждый готовит по-разному у каждого свой рецепт я сейчас вам покажу свой который я делал сам но его быстро научился делать хотя я смотрю многих кулинарных блогеров они по-разному кто-то еще что-то свое добавляет туда так я сейчас вам покажу быстренько по ингредиентам что нам понадобится для гуакамоле нам надо 3 помидорки 2 авокадо лимон чеснок соль перец по вкусу итальянские травы желательно оливковое масло оливкового масла нету нас есть с виноградных косточек тоже подойдет и пару кусочков либо же один кусочек видите лосося очень вкусно так чего мы начнем сначала нам надо сделать хлебушек для гуакамоле покупаем обычный черный простой хлеб мы будем делать его много поэтому смотрите что нам надо нам надо просто сейчас взять вот этот хлебушек еще раз перерезать пополам чтобы они были такие маленькие ну вы можете так не делать вы можете делать просто обычный себе хлеб купить и сразу намазывать но я так не делаю я сначала этот хлеб хорошенько обжариваю так мы забираем вот этот хлеб вместе с прованскими травами и идем сюда у нас уже тут готова сковородка вот из этого накладу я что невозможно ничего даже поставить так сюда сковородку наливаем масло тоже желательно конечно оливкового но мы будем это использовать надеюсь что нам хвата потому что у нас его очень мало осталось так сюда прованские травы это можно вот так вот хорошенько сделать видите чтоб она вместе с маслом пропыталась и сюда хлебушек сверху выкладываем быстренько вот он будет очень быстро у нас обжариваться кто-то не делает с прованскими травами кто-то просто обжаривает на оливковом масле вот если попробуете сделать так вам очень понравится потому что она любителя конечно не каждый любит эти прованские травы потом я смотрите что дело еще сверху также сверху еще чуть-чуть от этих прованских трав и все и теперь быстренько обжариваем хлебушек с двух сторон переворачиваем хлебушек вот смотрите чтоб он был такой золотистый вот прекрасно уже его надо быстро переворачивать да он должен быть таким суховатым сейчас я вам покажу вот это еще мягкий потому что он впитал оливковое масло но сейчас он высохнет и будет хорошеньким переворачиваем каждый хлебушек и перекладываем быстренько хлебушек уже готовую тарелку смотрите такие вот у нас получились мини брускетты вот сейчас видите подсыхает уже масло они вот такие вот вам слышно сейчас звук эти какие хрустящие можно больше делать это как такой знаете как закуска антипасту к столу но очень вкусная так брускетты мы сделали они сейчас стоят ждут пока мы сделаем гуакамоли значит что нам надо для гуакамоли значит сначала нам надо авокадо почистить порезать его и вытащить внутри мякоть видите ямки делается когда нажимаешь делается ямкой начало спелый потому что иногда магазине продукт авокадо очень твердые очень просто она чистится пополам перерезается потом берется ложечка и вытаскивается косточка и так стой 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 я тебе все покажу не спеши потом также смотрите чтоб почистить авокадо тоже берем ложку велику ложка аккуратно берем просто бери вот так вот вдавливай ложку вовнутрь будто поддевай авокадо не бойся теперь глубже ложку запихай ооо молодец и так получается видите мы потом просто его так вот снимаем ложкой я думаю многие люди так робли просто маме показываю потому что мама так наделала вот бачки и прекрасно да и все итак мы чистим все два авокадо так смотрите мама уже порезала авокадо шикарную я выбрал покупал вавилоне фозе 45 гривен штучка сейчас берем просто лимончик и сбрызгиваем сверху авокадо лимоном для того чтобы он не почернело но потому что пока мы будем резать все остальные ингредиенты ну помидорки там рыбку все остальное просто так вот взяли брызгнули немного сверху лимоном всего достаточно и тогда авокадо не будет чернеть и сейчас когда мы уже выбрызгала лимона мы его можем резать как режем все тут выбираете сами как резать желательно на маленькие маленькие кубики и режем авокадо на маленькие кубики тут конечно тоже ваша фантазия и режем авокадо на мелкие мелкие кубики смотрите что у нас получилось можно еще мельче тут уже на ваше усмотрение смотрите уже порезали авокадо и выкладываем в чистую посудину уже готовый авокадо который мы порезали уже больше сюда сверху лимона не надо хотя вы можете сделать совсем по-другому вы можете сначала нарезать авокадо а потом его сбрызнуть сверху уже вот эти маленькие кусочки лимона можно делать и так и так тоже на ваше усмотрение не откладываем его сторону так теперь также нарезаем помидоры помидоры можете выбирать любые какие хотите я вот купил три розовых вот таких вот помидора вот помидоры тоже нарезаем мелко кубиками меленькими меленькими кубиками смотрите вот так вот мелко мы нарезали помидоры и также помидоры высыпаем сюда нашему авокадо не откладываем в сторону сейчас это хорошенько перемешиваем тут перемешали мелко нарезаем чеснок кстати чеснок сможете вручную мелко его нарезать а можете просто взять его на терке любите больше чеснока добавляйте больше чеснока мы взяли на такое количество глакомоли ну сколько три зубчика чеснока хотите можете побольше добавлять также здесь кто-то мельче намного режет то есть тут тоже на любителя может кто-то любит чтоб кусочки помидор были слышны кто-то еще мельче это нарезает потому что скажу говорю каждому по-разному поэтому я вот так вот делаю пробуйте это очень вкусно сюда добавляем чеснок так сейчас все это хорошенько перемешиваем равномерно чтоб распределить чеснок помидор авокадо чтоб это все хорошо распределилась потом сюда добавляем соль и перец по вкусу хорошо перчим хорошо солим и перец перчик так довести не дуже багато потому что чтобы бабушку хватало бабушка будет казать что и слишком перчоне по идее надо хорошо перца давать и хорошо перемешиваем добавляем масло у нас опять же повторюсь нет оливкового масла все что осталось ах вообще лучше с оливковым маслом это дело делать как раз потому что у нас все есть и хорошенько вымешиваем так после того как хорошо вымешали попробовали на вкус добавили еще соль перец откладываем в сторону можете отложить в сторону чтобы немножко в холодильнике постояло авокадо должно быть свежее потом когда вы уже это не съедите она начнет темнеть уже не тот абсолютно будет вкус так еще что я хотел сказать некоторые люди берут рыбу вот эту тоже режут мелко на кусочки и сразу же сюда добавляют я так не делаю я просто беру авокадо помидору то что есть вот эту намазку а потом сверху красивыми слайсами такими вот кусочками рыбу выкладываем не так больше нравится но вы можете сразу прямо вот эту рыбу тоже нарезать кусочками и добавить сюда и и берем красную рыбку и такими маленькими слайсами кусочками обязательно еще смотрите стой в этой рыбе красный прежде чем ее резать видите попадаются кости поэтому кости обязательно надо убирать и рыбу вы можете уже покупать готовую знаете в пачках вакуумах падает продается такая тоненькая где такие тоненькие и слайсы так еще забыли один ингредиент не забывайте еще свежий базилик сюда только сейчас вспомнили можете можете мелко нарезать сюда базилики сюда добавить волокадо с помидорками и добавляем базилик сюда все это дело опять же хорошенько перемешиваем равномерно распределить базилик теперь берем наши подготовленные брускетки с прованскими травами и намазываем сверху на каждую брускетту сверху можно по кусочке красной рыбы ну вообще ребята если нету красной рыбы можно и просто так делать без красной рыбы еще раз повторюсь я просто сверху выкладываю кусочек красной рыбы можно маленькие кусочки красной рыбы уже порезать кубиками сюда вовнутрь сверху хотите можете еще чем-то украсить можно еще чуть-чуть сверху полить оливковым маслом но это уже на ваше усмотрение а так это очень вкусно я очень такое люблю остатки гуакамоле можете себе оставить и сделать завтрак гуакамоле и яйцом пашот тоже будет очень вкусно так смотрите вот такие вот вкусные у нас получилось вот такой вкусный гуакамоле получилось у нас готовила мама я маме помогал сегодня мама первый раз я ей показал надеюсь следующий раз мама будет готовить потому что она у нас на диете ей понравится да кто хочет готовьте пишите свои комментарии подписывайтесь на канал ждем от вас лайков может кто-то сделал как-то по-другому или кто-то знает как по-другому делать гуакамоле пишите будет очень интересно приятного аппетита всем